Всех приветствую! Заметили ли вы, что сейчас очень так модно парням жаловаться на свой рост? А это идет из цельской движухи, да? А девушка, наоборот, как бы выставляет требования, что мужчина должен быть там якобы от 180 или даже от 185 сантиметров. Вот, давайте же с вами разберемся, так ли важен рост для мужчины в плане знакомых с девушками, в плане поиска девушки, да? Вот, и я просто поделюсь своими наблюдениями и своими мыслями. Итак, погнали! Раньше, еще буквально там 20 лет назад, 30 и тем более там 40 лет назад, ситуация была несколько иная, чем сейчас. То есть, женщины, они не были настолько требовательны, не были настолько разбалованы, да? Не были настолько с промытыми башками, да? Вот, и женщины сами, лишь бы не остаться одной, хотели найти мужчину, лишь бы не остаться там старой девой, то есть, не остаться без свадьбы, да, без семьи. То есть, они были нацелены на семью прежде всего. Вот, то есть, не так, как сейчас, да, многие современные там женщины, девушки, они нацелены там на карьеру, на какие-то кайфы, да, поездки, кафешки, подружек и прочая хрень, да? Вот, и поэтому, как бы сейчас из-за того, что изменились девушки, поэтому и рост стал, конечно же, гораздо важнее для мужчины в плане знакомства с девушками. Просто потому, что количество критериев, которые многие девушки выставляют, да, обнаглевшие, оно стремится в небеса. Сейчас еще такая тема, что ты вот вроде бы ростом 181 см, да, выше почти всех женщин, да, которые проходят рядом на улице, да, и мало кто из мужиков, да, выше меня, которым там лет по 50, да. Вот, но вот малолетки, малолетки с их вот этой вот акселерацией получается порой, что там 15-летние девчонки, они почти с меня ростом, вот, а пацаны там, я не знаю, в 14 лет уже выше, чем я. Я постоянно, каждый день практически это вижу. То есть, большинство из нас с вами понимают, что рост для мужчины, он, конечно же, важен, вот, но, опять же, какой рост? То есть, если парень с ростом 1,75, да, и при этом он, как бы, сваливает все на рост, якобы, вот, из-за его недостаточно высокого роста, поэтому, вот, у него нет девушки, поэтому он ее не может найти, поэтому у него с этим сложности, да, вот, сразу скажу, что это полнейшая чушь. Это просто его отмазки, да, вот, и ничто иначе. Вот, то есть, с таким ростом, там, ну, 1,75, ну, и даже чуть пониже, чем 1,75, вот, ему будет просто сложнее на рынке знакомств, то есть, сложнее найти девушку, так как конкуренцию, как минимум, в росте он половине мужчин уже сразу проиграл. У меня лично были, ну, самые высокие девушки сразу вспоминаются только 2. Ну, и не просто сразу вспоминаются, а так и есть. То есть, одна была 182, и вторая была 178. То есть, ну, еще были там 175, но я это не считаю. Вот, то есть, 182 и 178. Повторюсь, мой рост 181. Вот, мне как бы не очень такое нравится, да, когда девушка, ну, практически наравне со мной, или даже, там, чуть выше. Вот, когда она на каблуках, и вот, я уже, получается, что ниже ее, да, вот. Но не нравится мне не с точки зрения, что люди подумают, да, да насрать, что они подумают. А с точки зрения, ну, что как-то, как-то что-то не очень, если она выше тебя. Но вот этих девушек, да, 182, 178 сантиметров, да, которые у меня были, их, мой рост 181, как бы вообще никак не смущал, вообще никак не смущал. Вот, хотя, бывало, я ознакомился в интернете, да, с парочкой таких, можно сказать, дилд, которые были там, ну, насколько я помню, одна 182, вторая тоже 182. Вот, так вот, они, узнав мой рост 181, сразу ушли, ну, в такое себе общение, то есть, сразу это было понятно, что, как только я написал рост, сразу они охладели, да. Вот, но с другой стороны, мы, как бы, с ними даже не виделись. И поэтому, как бы, снова повторюсь, твоя харизма, она может тебя выручить, даже если ростом ты не совсем вышел. То есть, ну, я не говорю про 181, мне-то с ростом все в порядке, да. Вот, ну, если ты, допустим, там, я не знаю, 173, например. Вот, то есть, если дело не касается знакомства в интернете, то твоя харизма может тебя вытащить за счет этого. То есть, я к тому, что большинство девушек, большинству, важно, чтобы парень был, ну, просто выше нее и все. То есть, те, там, дилды, да, которые, там, ну, их все равно мало, и, там, доплевать на них, да, то есть, ну, она вымахала, ну, ее проблемы. Вот, пусть ищите кого-нибудь с метра девяносто пять. Вот, но полно девушек, ну, процентов девяносто, да, у которых рост, ну, я думаю, от метр шестидесяти, ну, до метра семидесяти пяти. Вот, хотя я помню, одна красивая девушка, с которой мы встречались аж восемь месяцев, иногда мне говорила, что, вот, эх, был бы вот ты чуть-чуть повыше, да, сама она была 175, да, и на каблуках мы прям были на равных, ну, может быть, даже она чуть была выше. Вот, я говорил ей, ты что гонишь, что ли, я выше тебя, и этого достаточно. Ну, видите, женщины, в отличие от мужчин, ну, женщинам очень важно то, что о них подумают со стороны, да, как они смотрятся, то есть, многие из них, они, как бы, для них мужчина, это, там, похвастаться перед подругами, в том числе, да, и так далее. Вот, и, но, по себе скажу, большинство моих девушек было ростом от метр шестидесяти, ну, до метр семидесяти. Все-таки, вот, ну, большинство, вот, такой интервал. Так что, если ты, условно, там, 175 сантиметров, и ты заикаешься про свой рост, да, что, вот, как тебе не повезло, да, что нереально найти девушку, потому что, вот, ты таким ростом, ну, это просто глупые отмазки, не более того. Еще прикол, почитаешь, блэкпил, да, то есть, инцелов. Ай, пиздец. В их воспаленной фантазии, все, что ниже метр восемьдесят пять, метр девяносто, это чуть ли уже не карлик. И девушкам интересны только те, которые от метра девяносто. То есть, некоторые из блэкпил инцелов даже в такую впадают в лютую просто крайность. Но это уже просто совсем никуда не годится. Совсем другой разговор, если парень, да, мужчина, которому не повезло конкретно, да, и он 160-165 сантиметров. Ну, ниже я уже, тем более. Вот. Вот это уже реальный пиздец. То есть, я считаю, что внешность мужская, там, на три из десяти, да, по десятибалльной шкале, это будет даже лучше с точки зрения поиска девушек, чем ростом 160 сантиметров. Опять же, я не говорю, что, там, с ростом, например, 165 сантиметров, да, нереально найти девушку. Ну, такое может сказать только слепой, там, который не выходит из квартиры, да, или какой-то, там, глупый идиот, я не знаю. Вот. Потому что достаточно просто обращать внимание на улицы, да, что, там, встречаются и мелкие, да, парни с девушками, то есть, у мужчин, там, жены, да. Но то, что такому будет очень сложно найти себе девушку, ну, это прям факт. И самое для него обидное, что это, как бы, по независимым от него обстоятельствам. И сделать он с этим ничего не может. Ну, да, есть там аппарат Лерезарова, но это не стоит того, я считаю. И ему, конечно же, такому, там, у которого 160-165 сантиметров рост, ему нужно будет приложить просто гораздо больше усилий, да, то есть там, где другим парням, мужчинам, напрягаться даже и не нужно. При этом бывают, конечно же, исключения, где какой-нибудь, там, самоуверенный красавчик может даже, там, с ростом 165 сантиметров все равно периодически может находить себе девушек, да, иногда даже менять их. Но это, конечно же, скорее исключение, чем правило. Так что низкий рост, ну, прям рост такой вот метр шестьдесят, метр шестьдесят пять, можно сравнить с очень плохой внешностью. То есть, когда прям, ну, парень там, ну, родился он некрасивым, да, и первое впечатление в головах у людей, когда они его видят, что вот он страшный, да, вот, ну, такой вот прям истинный true in cell, да, тогда да. То есть, опять, по независимым от него обстоятельствам, ему найти девушку будет очень тяжело, сравни какому-то подвигу. Вот, то есть, почти так же и с ростом, если, там, метр шестьдесят, там, или даже ниже. То есть, тут нужно просто немерено приложить усилий, и не факт, что будет какой-то результат. Хотя, конечно, бывает, везет, и такой вот тоже может найти себе девушку, и даже девушек. Но это, я говорю, исключение из правил. Все-таки есть, как бы, такое правило, да, девушка при прочих равных, конечно же, выберет того, у кого рост от метра восьмидесяти. Но для кого-то это сильно принципиально, а для кого-то нет. Например, одна девушка, которая у меня была, она была ростом, ну, самая низкая из всех, которые у меня были, она была ростом около метра пятидесять сантиметров. Вот. Но она была казашка. Казахи, они в целом ниже, чем русские. Вот. То есть, у нее был такой рост. И как вы думаете, ей будет сильно принципиально, что ты, там, метр шестьдесят или метр шестьдесят пять? Вы в любом случае гармонично смотритесь. Вот. И совсем другой разговор, что все-таки, конечно, в идеале, при прочих равных, она все равно выберет кого-нибудь повыше. Почему? Да, хотя бы потому, что просто как минимум уравнять свою генетику. Проще говоря, чтобы ее дети в будущем не были низкого роста. Почему так происходит, что вот девушки, да, если, там, ты метр шестьдесят или метр шестьдесят пять, почему они, как бы, сразу отсеивают, да, тебя? Да, все просто. Потому что женщина не воспринимает такого низкого по росту мужчину. Она не воспринимает его как мужчину. То есть, она воспринимает его, скорее, как ребенка, да, он ей кажется, ну, милый, плюшевый такой, ну, нет, 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 это, как бы, не ее вариант. Вот такой у нее пунктик, да, как они любят говорить. Вот, то есть, подсознательно она воспринимает его как ребенка и не воспринимает его всерьез. Например, если ты худой, да, вот, как я, да, то тут тебе будет проще, чем с низким ростом. То есть, да, часть отсеется, особенно те, кто постарше, так как некоторым из них важно, чтобы мужчина был таким крупным, да, здоровым. Но это все-таки меньшая часть женщин. Хотя, вот, большинство девушек, которые были у меня, ну, надо сказать, что они все-таки были худенькие и все были младше 30 лет. То есть, из таких кобыл, да, чтобы она такая была высокая, такая, ну, крупноватая, по телосложению чуть крупнее, чем я, да, вот. Ну, у меня были всего две девушки и все. Но на эту тему, да, на телу, там, твоего телосложения, на тему твоей фигуры я уже снимал ролик, то есть, я его прикреплю в ссылке в описании, да, добавлю. И в конце этого ролика тоже прикреплю, так что посмотрите, он интересный. И, что касаемо роста, другой разговор, как бы, если, там, ты метр шестьдесят, метр шестьдесят пять, и у тебя очень много бабла. То есть, это называется среди целых колпинг. То есть, у тебя даже тогда, даже если ты метр шестьдесят, особых проблем, скорее всего, не будет, вот. Но это, как бы, так себе вариант, чтобы покупать девушку. И, опять же, одно дело, как бы, знакомиться с низким ростом на сайте знакомств, да, там ты указал свой рост, и ты сразу в пролете, тебя просто пролистнут. Вот, другое дело, когда, например, там, в офисе, да, пообщался с девушкой, она загорелась, и ей, там, плевать, ну, допустим, если ты метр семьдесят. Так что, какие выводы насчет вот такого роста можно сделать? Я бы сделал. То есть, если ты метр шестьдесят пять и ниже, то считай, тебе не повезло, это сравнимо с плохой внешностью, и конкуренцию ты проиграл. Ты, конечно, можешь найти себе девушку, но это будет очень сложно, как правило. Если же ты с ростом, там, метр шестьдесят пять, и при этом у тебя еще лицо, так скажем, некрасивое, да, там, я не знаю, на два-три балла по десятибалльной шкале, то это, я так скажу, это приговор, и, как бы, нужно забыть про всех этих девок, да, и переключиться уже на что-то другое, иначе это просто будет издевательство над самим собой. Почему так, нахуй? Теперь давайте поговорим про такую большую категорию мужчин, у которых, ну, рост такой, чуть ниже среднего, да, там, рост метр семьдесят, метр семьдесят пять. Но особенно я говорю про уже современное наше время, да, то есть я не говорю, как это было, там, еще буквально двадцать лет назад. Это был нормальный, даже высокий рост, вот, и никаких проблем ни у кого не возникало. Но сейчас, как бы, это ниже среднего, да, вот, ситуация как, ну, как тебе сказать, ну, такая, да, и ситуация-то, как бы, средненькая, тебе, вроде, и не сказать, что повезло, и не сказать, что не повезло, ну, такое себе, да, то есть не критично, потому что есть много девушек маленького роста, на них тебе и нужно нацелиться, и, то есть брать скорее больше другими вещами, то есть, ну, я не вижу в этом сильной проблемы, если, там, ты, ну, метр семьдесят пять, ну, и даже метр семьдесят, да, тут уже посложнее, ну, тоже не сказать, что прям катастрофа какая-то. То есть, нужно уже брать, конечно, другими вещами, там, общение, харизма и так далее, да, тебе будет сложнее. Да, каждая вторая девушка, ну, сразу отсеется. Ну, что поделать? Ну, это еще далеко не приговор, и, то есть, все в твоих руках. Если ты, там, метр семьдесят пять, метр восемьдесят, то, пффф, тут вообще я не вижу никаких проблем, то есть, ну, от силы, там, каждая пятая будет мимо, да, отсеется. Ну, в целом, это незаметно, и ты вообще никакого права не имеешь говорить, что твой рост, там, так себе, и тебе как-то мешает в знакомствах. Мешает как-то в поиске девушки. Ну, это просто маразм какой-то. Ну, и, как бы, если ты вообще, там, от ста восьмидесяти пяти, то считай, что тебе повезло, и, как минимум, в плане роста, ты уже будешь при прочих равных, да, переигрывать всех остальных мужчин. Я не говорю, что надо играть в какую-то конкуренцию, да, нет, просто, ну, такой рынок знакомств, такой рынок отношений, да, вот. То есть, если ты сто восемьдесят пять плюс, то в плане девушек, считай, практически каждая при прочих равных выберет тебя, вот. Ну, это, конечно, совсем не отменяет, совсем не отменяет таких, там, критериев, как твой характер, твоя внешность лица, там, умение общаться, харизма и так далее и тому подобное. Вот, естественно, если ты просто ростом метра восемьдесят пять плюс, это тебе еще ничего абсолютно не дает, вообще ничего. То есть, если у тебя остальные какие-то сферы, да, они не дотягивают, да, то, ну, ты, допустим, не уверенный в себе, или ты некрасивый, там, или, там, ты толстый, да, допустим, то, конечно же, твой рост тебе никак в этом не поможет. Но при прочих равных, конечно же, у тебя выбор будет среди всех девушек. Вот такой вот ролик. Пишите свои комментарии, обязательно напишите, кто, какого роста, мне это интересно. Если, возможно, напишите даже больше, то есть, напишите, как вам помогал ваш рост, да, или, наоборот, были определенные сложности с этим, или ты никак этого не заметил. То есть, какие были, там, девушки намного выше тебя, ну, или вообще выше тебя. Есть ли такие тоже, в том числе, как я, у которых были девушки, там, повыше немного, да, и при этом не было никаких в этом плане проблем. То есть, напишите, поделитесь в комментариях, будет всем интересно почитать. Так что ставьте лайки, вот, еще увидимся, делитесь своим мнением, всем счастливо.